Произвол руководства вуза или же на это есть причины. Преподаватели и студенты Дагестанского ПЕТ-университета вышли с протестом против незаконных, по их мнению, действий ректората. Лишь на одном историческом факультете под угрозой увольнения оказалось 11 специалистов. Разбиралась ситуация Патимат Ханапова. Поздавайте нашим преподавателям! Верните из-за пирога Мухарьевича! Это студенты исторического факультета ДГПУ. Именно они первыми решились выступить против так называемого произвола в родном университете. С протестом ребята вышли после очередного увольнения их преподавателя, кандидата юридических наук Зякира Мирзаева. В течение 22 лет, каждое утро рабочие дни, раньше студентов, раньше всех, я прихожу на работу и позже всех отсюда ухожу. Сегодня утром пришел, там висят фотографии пижамы от Аждин Тагирича и моя. В стиле их разыскивает полиция. И написано, не пускать. Я говорю, что случилось? Вот исполняющий обязанность директора в пятницу пришел, отдал нам это, сказал, повесить. И под угрозой увольнения строго-настрого запретил нас пускать в корпус. Вот таким образом мы стали, как говорится, людьми преследуемыми непонятно кем и непонятно по каким причинам. Мы с нашей съемочной бригадой решили проверить, действительно ли все настолько строго. Факт подтвердился. Фотографии действительно висят, педагогов не пускают. Однако объяснить, почему вход воспрещен, охранники так и не смогли. Мол, так приказало руководство. Нельзя проверить? Я понял, что нас не пропускают. Знаешь? Да, пропускают. Не пропускают? Нет. Для Закира Мирзаева был отстренен от должности Таджудин Бижамов и доцент кафедры гражданского права. Бывший министр юстиции республики, проработавший ДГПУ около 40 лет. Под угрозой еще 9 педагогов, у которых в этом году заканчиваются контракты. Конечно, это незаконное увольнение. По закону и по всем положениям должно быть за два месяца до окончания срока, до окончания срока трудового договора объявить конкурс на замещение вакантных должностей профессорского преподавательского состава. Этого нет уже два года. Не делают ничего. Доходит срок окончания. Нагрузка у преподавателя остается, их увольняют. Особо опасны преступники. Так они называют себя шутя. По словам преподавателей, в соответствии с трудовым кодексом, им причины увольнения никто не объясняет. Они уверяют, что тут личные интересы у руководства. Кандидат, доктор, 10 лет, 30 лет ты проработал в этом вузе, только потому нравишься ты или не нравишься. Старшему преподавателю Раджабову устали быть рабами. Устали прогинаться под непрофессионалов. Незаконные решения. Это наша беда. Я уважаю исторический факультет, его коллектив, то, что они поднялись за своих преподавателей. Я работаю на факультете социальной педагогики и психологии. У нас духу не хватило. Встать и сказать, стоп, хватит, мы не рабы. Не смогли мы связаться и с самим Асланом Раджабовым, исполняющим обязанности ректора ДГПУ. Именно он, по словам преподавателей, и выносит приказы, противоречащие Трудовому кодексу. И о, мы не застали ни на рабочем месте, ни через телефонный звонок. По словам многих преподавателей, само нахождение Раджабова в составе ректората вызывает массу вопросов. Человек, который имеет судимость. Судимость по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Человек, который состоит в учете психоатрической больницы с диагнозом депрессивно-параноидный синдром. Это карта с республиканской психоатрической больницы. Оригинал изъяли оперу полномочия ФСБ Алибаев. 13 февраля изъяли, так и пропал оригинал. Это копия. Преподаватели и студенты не намерены на этом останавливаться. Против произвола в родном университете они настроены решительно. При этом стоит отметить, что сегодня представители силовых структур провели выемку документов в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС. По данным информагентства, пока обошлось без задержаний. Однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела по хорошо известной для Дагестана статье «Мошенничество о хищении бюджетных средств». Батимат Харнапова, Салман Гетихмайев, Новости ННТ, Махачкала.